Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Сначала нас обучали так, азам. Позже, когда нас заставили, уже сказали, все, ребята, соревнуемся на время. Все, дальше начали нервы расшатываться. Все забыл, чем учили? Да, забыл все, чем учили. И осознал только то, что нужно начать управлять своими перед нервами, своими эмоциями. Тогда ты сможешь прийти в контроль машины нормальный. А в этом, собственно, и состоит задача проекта. Чтобы уверенно управлять машиной, сначала нужно научиться контролировать себя. Проект «Физика вождения» получил сначала муниципальный, а потом и губернаторский грант. К развитию полезного начинания подключился и областной дом молодежи. Ребята собирают свои карты, собирают все оборудование и выезжают прям колесить по всей области. За ваш счет. Бесплатные обучающие заезды запланированы в Няндаме, Октябрьском, Вельске и Коноше. Расписание есть на странице Дома молодежи ВКонтакте. Подробнее о проекте «Физика вождения» мы расскажем в программе «Про молодежь». Смотрите сегодня в 18.15 на канале «Регион-29», а затем и в наших социальных сетях. Алексей Карельский, Денис Линчевский, «Регион-29». Три школьницы из Архангельской области вошли в число победителей конкурса «Большая перемена». Это часть президентской платформы «Россия – страна возможностей», которая объединяет активных и талантливых школьников страны, дает им шанс проявить себя и предложить что-то полезное для людей. Обо всем по порядку Мария Кузичева. «Большая перемена» уже несколько лет объединяет активных школьников, готовых предложить стране что-то новое, и кто-то готов поддержать несколько предварительных этапов. В марте ребята оформляли заявки и выполняли тестовые задания. Летом работали в командах, где создавали проекты на разные темы. Полторы тысячи лучших школьников вышли в финал, который прошел в лагере «Артек». Среди них оказались три девушки из Поморья – Анастасия Виноходова, Софья Родичева и Вероника Зноева. В финале также думали над проектами. Например, Настя со своей группой работала по теме «Среда обитания». Нам предлагалось выбрать определенную проблему, которая на данный момент существует в обществе, то есть нас не ограничивали в выборе проблемы. Мы выбрали проблему существования границы между здоровыми людьми и людьми с ОВЗ и решали в рамках выбранной проблемы кейс и создавали свой собственный проект. Софья и Вероника придумали проект на тему образования «Правда» в разных командах. В моей команде попался кейс на тему образования, то есть нам нужно было как-то улучшить сферу образования. Мы предложили способ развития и разработки новой программы обучения, которая будет включать не только теоретические какие-то понятия, но еще и практику для детей в школах. Мы с командой усовершенствовали школы, мы добавили туда больше психологической поддержки, чтобы учебкам было комфортно, мы создавали обстановку, которая будет приятная и более полезная для получения нужных знаний. В итоге команды наших девушек вошли в число победителей. Каждый участник получил грант. Для учеников 9-10 классов это 200 тысяч, а для 11-ти классников 1 миллион рублей. Деньги можно потратить на образование, курсы, за покупку техники для учебы или подготовку к экзаменам. Не останутся без внимания и предложенные школьниками идеи, которые рассмотрят в администрации президента и, вероятно, помогут исполнить их на практике. Мария Кузичева, Михаил Меньшинин, Денис Линчевский, Регион 29. Сейчас пока все. Полную картину дня узнаем вечером. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова